всем привет вы на канале польза нет лайф и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства это очередной быстрый обзор одним кадром смартфон zte обращаю внимание да это zte nubia z60s pro основной модуль и прелесть основного модуля здесь разумеется в 4к 60 fps 4к 120 fps но без стабилизации то есть вам скорее всего здесь стабилизации не понравится можете представить себе как будет выглядеть стабу на 120 fps и 8к 30 fps также может снимать телевик не о чем на 1080p фронталка лучше бы они сделали под экранную потому что 1080p мракобесная помните как они скрывали вот здесь они фронталку не скрывают и ультра шире 4к 60 fps без возможности переключаться в этом разрешении на основной модуль но самом начале как всегда попрошу вас помочь каналу а для меня помощь довольно просто вы подписывайтесь на него с колоколом пишите в комментах чтобы я продолжал и разумеется по возможности подписывайтесь еще на телеграм-канал скидок если все все это вы сделаете то вот такие вот подобные обзоры а таких у меня уже на канале 98 штук ох как далеко делать чтобы себя видеть это как так кратко это как-то очень сложно будет в общем мне нужно будет вести на каком-то нереальном расстоянии от себя смартфон держать для того чтобы вы видели картинку вот они 35 миллиметров видите в чем проблема хотя опять же для кого-то это может быть не проблема для кого-то это может быть даже плюс но снимать себя нужно прям с очень 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 большого расстояния для того чтобы у вас картинка была не только обрезанное лицо вот допустим если я буду делать как с остальными смартфонами вот такая картинка будет вот такая при том на пол на пол экрана лицо будет надо чуть чуть дальше все сразу организовался 99 обзоров было обзором одним кадром это 99 точнее 100 будет скорее всего на вот эту вот странную моторолу насколько она странная вы узнаете на прожарке этот смартфон я прожарил в течение пяти часов в чем заключалась прожарка в том что мы благополучным образом его полностью зарядили засекли за какое время он заряжается и посмотрели как он себя будет вести при нагрузке он прошел у меня первый кстати smart которая тестировал подобным образом 7 раз antutu съел чуть чуть больше 50 процентов яркость сбросил незначительно не умер не перегрелся но пора как говорится к телу обзора переходить перед этим я хочу отметить что самому бренду нубе который вы сейчас наблюдаете как он снимает на основном модуле его родные микрофоны уже 12 лет то есть это свежий смартфон не свежего бренда это не какие-то зеленые и неокрепшие техно утрированно это очень очень старый и крепкий бренд как многие пиарит его полный цикл создания только у затая и у huawei хотя это не совсем так но таким образом опять же его продают и не забываем что это за этой е потому что в названиях очень не любят это упоминать так как ассоциативные ряды включаются довольно правильные а правильно они в чем у вас даже когда вы распаковываете да там пластиковый чехол в каком-то смысле деревянный но мне он понравился но когда-то распаковываешь и видишь зарядку и кабельное хозяйство ты понимаешь что это не совсем то к чему-то привык это не даже не знаю какой нибудь релами вот сейчас 35 миллиметров максимальный зум x15 сможете это использовать вы молодец вот но скорее всего не сможете так вот качество кабельного хозяйства и зарядки сам пластик он дешевый и до заряжается он быстро за 16 минут он у нас на 50 процентов заряжался по моему нет наверно в общем перепроверьте основной ролик посмотрите то что он заряжается за 40 минут на сто процентов это факт то есть на сто процентов мы его зарядили быстрее чем за 40 минут все остальное мелочи жизни но особенность как раз вот подобного рода не первых эшелонов что когда мы допустим играли и тестировали его на автономность он показывал два процента потом вырубился без предупреждения знаете как мы привыкли смартфон до одного процента работает потом он предупреждает что у тебя еще 30 секунд чтобы что-то там сохранить этот просто вырубился на двух процентов плюс перри переключение между играми он нам показывал к сожалению или к счастью для него минус два процента каждый раз то есть я переходил с одной игры в другую и в самих играх если он поедал довольно адекватное количество процентов заряда проблемы у меня были только 100 чем по заряду конкретно рандомно все и я скажу так это напрягает если говорить о его особенностях смотрите в спеков самое главное уже вам сказал по поводу того что они каким-то образом передумали с тем чтобы допиливать туда фронталку подэкранную то есть она здесь у нас не скрыто плюс каким-то образом забили на телевик потому что от того что он есть но такое себе примеры фотографии видео по ссылке в описании можете скачать сделать выводы сами про сердце сердце здесь процессор snapdragon 8 1 2 и по идее он должен был бы быть максимально оптимизирован но к сожалению я могу констатировать факт что при нагрузках он работает адекватно но обработка видео у него никакая то есть по мне он проиграл даже пикселю 8 а который на 50 процентов дешевле и мне не нравится как пиксель 8 а чем-то справляется кроме видео и фото хотя даже в виде он с пропуском кадров умудрился ушатать по мне нубию и второй момент допустим 3d mark он у меня не проходил в обычных условиях то есть стресс-тесты он проходил очень плохо что говорит как раз о стабильности работы его процессора она что она на чем она отражается вот смотрите в играх я говорил все хорошо вы видели что практически он не сбрасывал яркость так она есть но тачу подкупливал прям в подкупливал touch вот как раз в этом причина у меня он сильно не перегревался то есть никаких там 48 46 44 градусов я не видел при 42 градусах экрана когда ты термометром на него наводишь играть можно не супер комфортно но можно при том очень долго и еще одна из немаловажных особенностей touch отваливался было ощущение знать дешевого тача плохой отклик то есть чем дольше ты играешь тем хуже отклик в остальном по именно тестом то что мы проводили никаких вопросов к нему нет и чтобы вы понимали все что я говорю это не накидывание что это плохой смартфон здесь вопрос просто-напросто конкурентов то здесь у нас стоит 8 ген 2 процессор этого это хорошо но в эту стоимость у нас на 8 ген 2 допустим год назад был не а у 9 тот же айку за 26 тогда сейчас на на snapdragon 8 с ген 3 есть реальный 6 глобальной версии он стоит 36 37 тысяч глобаль в глобалке пардон видите как плохо что обзор одним кадром и snapdragon 8 ген 3 реальный gt 6 китайской версии но на китайской версии у нас все бенды русский язык ну и процессор получается круче при том gt 6 real me gt 6 не китайской версии пусть процессор похуже по съемке по фото он однозначно ушатывает мубию вот прям сто процентов можете еще раз повторяюсь у меня локации одни и те же в этом и смысл чтобы вы как с видео могли сравнить и фото я фотографирую все время одно и то же за этих фотографий много но плюс-минус там из них 50 одного и того же места мест много ночью днем и вы прям увидите космическую разницу по процессору повторяю что есть конкуренты пока f6 допустим тот же который вообще по 26000 помог по мощности если камера не нужно про камеру уже сказал внутренняя память и f4 0 150 с лишним тысяч выбивает и это хорошо про экран плотность пикселей хорошая но по поводу цветопередачи я к нему уже привык то есть ладно там шим 20 с лишним процентов до 10 минут включается на последних процентов пока на этой прошивке могут поменять прошивку поменяется история но ощущение того что экран дешевый с этой желтизной которую никак не вывести я к нубе пытался очень долго привыкнуть ну опять же делал скидку на подэкранные камеры может быть какие-то технологии необходимо вот прям вот так делать поэтому у них довольно странная цветопередача и поэтому каждый раз когда я говорю что в эти деньги в эти деньги в эти деньги вы можете что-то приобрести интересней от а брендов и первого эшелона я же не шучу то есть есть допустим opa find x7 который дешевле есть просто но я уже накидал вам вариантов в конце концов вы можете прийти в магазин вот он стоит полтинник вы поведите в магазин возьмите его его тяжело найти в этом в этом и магия того что можно очень легко пихать в нубе а потому что его сложно где-то найти чтобы пощупать а когда ты возьмешь нубе и допустим вот у меня есть самсунг с 24 или сяоми 14 ты поймешь что такое хороший экран и ну и экран у зате у нубе а он плюс еще и не лтпошный за полтинник это ладно но вот мое ощущение экран дешевый то есть камера не очень экран дешевый в играх то чуть-чуть лагает а если танцевать дальше никакого миниджека нет не зря рядом с водой хожу почему потому что в этот полтинник обычному за 50000 что привыкли что есть защита от влаги я здесь нет у она есть на мой 54 или 52 и не знаю где эту информацию взяли почему потому что на официальном сайте ничего право защиту от влаги в документации нету то есть защиту от влаги они тоже выпилили миниджека нет какой-нибудь там фишки как у sony и почти кстати растянулся радуйтесь за ты ешь я почти ушел со своими ставками это было неразумно так как у соньки карту памяти сюда не запихаешь помним марки что ты просто вытаскиваешь в марк 6 марк 5 лоток ногтем умножь туда запихать еще и карту памяти по отличиям глобальной от китайской версии как многие говорят что вот приобретай китайскую версию там будет инфракрасник работать в глобалке он не работает там будут обновы чаще прилетать ну это особая форма мазохизма покупать китайскую версию потому что она лучше глобалки хотя в китайской версии будет китайщина это 1 2 там будет много при обновлении всякой штуковины которые вам по-любому надо будет сносить и 3 самая магия там все время расписывают что конечно потом надо будет китайскую версию дорабатывать то есть ты покупаешь смартфон по цене флагманов а эшелона из-за чего из-за 35 миллиметров камеры да она интересная мной но на этом все потому что сейчас война брендов среднего эшелона особенно вот вот это аля субфлагмана вот эти вот по 40 это она безумная ты там столько всего можешь купить то есть но четвертый понятно он по полной программе проигрывает но он попова точно не проиграет но он сейчас 32 повторяюсь пока f6 по 26 да там еще налог накидываешь эти там 1000 рублей упок а если тебе прям хочется чего-то крутого 40 тысяч 12r когда ты отдаешь 50 с копейками за это а через 10 тысяч уже идет ван класс 12 серьезная назвал еще вам недавно рюме помимо этого сяомишек 14 сяоми 53 и за что такие деньги ну да за то что тебя грамотно про пиарит я я прям а и к чему это хотел вернуться почему хотел вернуться к тому что допустим на руали он 49 глобалки плюс налог идет я его купил без купонов без распродаж на азиатском али за 43 притом его никто по 43 и не покупает то есть по курсу обычно еще дают промить я не дождался просто это 50 долларов то есть если бы у меня еще был промить а стабильно дает промить и под это дело он бы мне вышел где-то в 38 значит закупка у него 1028 друзья и почему потому что до металлический корпус но не защита от влаги нет миниджека нет карты памяти я просто говорю про фишки понятно что это атовизм почти ни у кого нет но чем он должен отличаться под экранной камерой и и нет 35 миллиметров работает так себе в 4к 120 fps стабилизация нулевая то есть я скидывал пример съемки но он никакой здесь 4к 60 fps то не не супер стабилизация в обратно может вам и понравилось по цветопередаче особых претензий нет но когда он по фото сливает пикселю 8 а и по видео который точно не является образцом возникает вопрос за что такие деньги за то есть либо пусть они по закупке его продают там до тридцатки это топ но свыше тридцатки количество конкурентов она запредельная в полтинник уже идут флагманы и чем мубе должна быть лучше а ну и плюс напоминаю что даже если у нее была бы защита от влаги и 68 скорее всего я бы его не топил почти потому что ну без от 60 про или ультра посмотрите на канале у меня тонуло то есть это один из немногих смартфонов которые у меня после тестирования водой хотя у него и защита от влаги тонул то есть даже если по нубе была защита от влаги это такое себе это просто маркетинг для меня для вас это может быть какая-то другая история разумеется его не восстановила и нубе для меня явилась кирпичом а не важно что я говорю повторяюсь вы можете по-разному относиться к моему контенту но продавцы не могут себе позволить показывать по 10 минут как работает основную модуль у смартфонов и я надеюсь что вы поддержите мой контент даже если вы продавец потому что нубе вряд ли кто-то до конца досмотрит рано или поздно вы увидите какую вам делать закупку и чего для авито или для серого магазина и прикиньте как это все будет работать в реальности как вы это будете продавать в итоге так что девайс от меня в отрыве от стоимости однозначно до 35 миллиметров очень интересная штука во всем остальным вопросам учитывая стоимость ну нет нет и еще раз нет потому что опрос я делал на стриме интересно был один человек продавец точно он написал что это первый эшелон больше мы не нашли в онлайне когда мы его жарили 4 с лишним часа кто бы написал что это первый эшелон все написали второй то есть готовы ли вы отдавать деньги такие за второй эшелон опять же это субъективное мнение мое и моих подписчиков большого достаточное количество это ваши права вот приходите на канал для общения у нас есть болталка 18 тысяч человек если хотите помочь этому каналу подпишись на канал для скидок нас там уже сто тринадцать тысяч человек и мой личный телеграм-канал нас там уже 15 тысяч человек где мы обсуждаем железки не только приходите на прожарки обсудим смартфон внешне мне безумно нравится он кстати больше чем iphone 15 pro max для справки вот он 15 pro max а нубе еще больше он выше и толще и в целом я думаю что вам для вот сравнения с остальными смартфонами которые уже были в таких же условиях будет интересно можете без звука смотреть это дело и просто сравнивать картинку в том же лифте либо когда солнце бьет сенсор либо когда солнце позади либо стабилизация потому что штатив один и тот же руки одни и те же добра и удачи вам дорогие друзья